всем привет с вами антон больших и мастерская антоха гараж продолжаю нашу серию блогов из мастерской здесь у нас наконец-то выгружена из кузова 4 сотка на запчасти вот так вот она выглядит я два дня не мог ее выгрузить потому что ее было тупо некуда ставить вполне себе целенькая ну конечно не без дефектов крашеная у нее морда здесь вот ремонтированный фронтбокс но как бы есть дефекты по пластику но мопед не новый чудес не бывает поэтому работаем с тем что имеем в любом случае это очень хорошо кому-то вот повезет это останется высокое стекло с бумерангом например ну что едем дальше что у нас тут происходит вчера я полноценный блок не снимал потому что мучились мы с алтышкой сейчас продолжим мучиться с алтышкой собирали мопед ничего нового не было особо вчера собрал вариатор на продажу вот у нас они что-то в этом году очень быстро продаются вот готовим в ремонт вести крышки еще крышечку нашел в краснодаре кстати ребята у кого если есть как каких-нибудь старых вариаторов убитые крышки варика вот эти вот внешние со стопорным болтом выкуплю выкуплю за вменяемый какой-нибудь ценник ну вот в краснодаре нашел за 5000 рублей плюс отправка в принципе если она кроме посадочного места в хорошем состоянии то меня бы устроила купил бы с радостью несколько крышек скажем так для расширения обменного фонда вот гантелька у нас ждет кое-какой специнструмент грел ее несколько раз разбираюсь системы охлаждения отдельно по ней сниму видос когда все придет как правильно диагностировать систему охлаждения и как правильно с этим всем делом работать потому что система охлаждения это на самом деле очень сложный механизм который ну как бы надо очень с умом приводить порядок и грамотно собирать понимать как она работает вот с лтшкой у нас здесь какие беды во первых мы здесь поменяли воздушный фильтр очень сильно забитый во вторых поменяли топливный фильтр ради интереса его вскрыли тоже очень сильно забиты никогда не менялся вот помыли дроссельный узел патрубок вентиляции картера поменяли все это собрали завели мотоцикл работает через жопу все очень плохо пытаемся разобраться в чем проблема но он короче завышает холостые вчера пытались отрегулировать датчик положения дросселя это вообще отдельный вид извращений на этом мотике потому что как вы видите вот она рама а болт крепления датчика 2 он аж где-то вон там вот вообще лютый мотоцикл в обслуживании лтх один из самых таких геморройных особенно когда весь заколхожен ну этот еще весьма неплохой пример лтхи которую можно вообще найти вот короче пока что одна из основных моих рабочих теорий это мертвый датчик положения дросселя вот потому что положение холостого хода мы еще выставили при определенном угле у него есть расхождение вот в общем будем разбираться искать уже надо наконец отдать этот мотоцикл потому что ну откровенно он мешает очень рабочему процессу у нас в ремзоне надо просто закончить вот сегодня будем прилагать усилия для того чтобы наконец-то все было хорошо потому что уже владелец очень хочет кататься пробки его под замучили вот а на втором подъемнике у нас очередная 650 к 2 вот обратите внимание 4 болта крепления тормозного диска 2002 год пробег 38 похоже родной и она очень хороша могу сказать для 2002 года прям бодрячком там китайский фильтр только поставлены постараемся его заменить на оригинал по крайней мере дал такую рекомендацию продиагностировали пластиковые шестерни мопеду 21 год никогда не вскрывался варик шестерни ну вот я бы сказал около 70 тире 80 процентов остатка то есть практически не имеют износа сайлен блоки до устали здесь все понятно вот можно вот так вот пошатать и понять что здесь ситуация немного тоскливая вот подшипники маятника не крутил еще есть жалобы на мягкую вилку вполне возможно кстати что в этой вилке еще заводское масло очень часто так бывает заводское масло туда заливали очень жидкая и даже на новых мопедах многие его сливали и меняли на 15 в после чего становилось гораздо лучше вот поэтому здесь в принципе из пожеланий которые я нашел то замена свечей ну вот потому что нет информации когда они менялись масла тут свежие вот по тормозу хи антифрезу жду информации в принципе здесь уже стоит прозговичок чистый радиатор все довольно таки красиво даже к суппортам нет вопросов у меня резинки на удивление нормальный на суппортах фильтр варика видимо уже меняли брызговичок но все все как бы в принципе видно что за мопедом ну по крайней мере кто-то пытался следить вот фильтр здесь варика фильтр мотора здесь конечно свежий но это хифла со всеми вытекающими и фильтр если посвятить там уже видно что он пропускал пыль она уже осела на стенке что неприятно вот так что как то так работаем продолжаем все у нас кипит вчера забрал еще одну 650 ку стоит пока на улице там у нас какая-то проблема с вариком чего-то развалилась вот человек я купил с пробегом 25000 при подробном рассмотрении выяснилось что я ее узнал посмотрел в истории и она три года назад с пробегом 75 было у меня вот этот мопед оказывается лет шесть обслуживал ну собственно давно пора потому что по варику там почти все родное кроме шестерен и пара подшипников в общем как то так продолжаем итак друзья на 650 ки мы поменяли савин блоки они были вот такие ну в общем ничего тут особо интересного а центр должен выглядеть вот так то есть он почти почти идеально по центру но это все фигня по сравнению с тем что мы уже три часа мучаем бедную лтеху поменяли датчик поменяли моторчик и пытаемся это все отрегулировать уже крутим упор дроссельных заслонок и вот это вот значение которое я сейчас читаю что датчик настроен правильно я даже сейчас еще раз запущу эту функцию чтобы показать это просто далось кровью можно сказать потому что это дичь смотрим связь устанавливается устанавливается связь дальше регулятор перемещается в начальное положение полностью закрывая дроссельный узел так медленно двигается в ту сторону предыдущий регулятор у нас подклинивал там очень грелся моторчик значит мы видим здесь угол до которого закрывается дай дроссель газуем отпускаем газуем отпускаем вот 054 градуса в допусках у нас положение от 043 до 065 так у нас вроде зарядка то подключена что за фигня в общем я хотел вам показать как моторчик сдвигает заслонку до угла который находится в допусках но сделать это у меня не получилось потому что этот прекрасный мотоцикл для для описания которого уже мата не хватает решил встать на сигнализацию прямо во время диагностики как следствие у нас упало напряжение ну и сами понимаете короче все пришлось отрубить это печально но короче главное что удалось попасть в этот бедный допуск который минимальное пороговое значение 10 и 8 градусов а максимальная аж 15 закрутив этот болт прям до самого упора тут вот вообще ничего не осталось уже ну вот и мы попали в 1089 и наконец-то прошло это все калибровку так что будем это все дело собирать я надеюсь что наконец-то он заработает он должен заработать идеально потому что ради этого мотоцикла пришлось пожертвовать дроссель с пробегом шесть тысяч 600 километров вот этот вот датчик отсутствует в россии а новый датчик знаете сколько стоит примерно 30 35 тысяч рублей вот поэтому надеюсь что на этом занавес и так хотелось бы подвести итоги сегодняшнего дня парни уже уехали я тут как всегда задерживаюсь у нас полностью разобрана 400 к сожалению выглядит это все так себе но уже антоха начал тут прибираться раскладывать запчасти по складу очень сразу начали много их спрашивать ну как обычно новое поступление это всегда очень много вопросов кому что надо в процессе 650 к сайленблоки поменены свечи поменены воздушный фильтр поменен разобрали вилку клиент сказал что решим ставить ли вилку клапана по результату вскрытия зависимости от того надо ли менять направляющие вот тут вилку под конец дня разобрали не стали ничего мыть все оставили на завтра и что мы тут видим где-то здесь вот тут если присмотреться то на направляйке светится желтый металл не знаю видно ли это на видео но вживую это видно прекрасно именно 2 тоже если присмотреться это можно лицезреть вот поэтому по хорошему направляйки нужно менять потому что если направлять сильно запустить они могут задрать стаканы что уже довольно таки печально вот дальше к нам приехала два мопеда один я вчера сам забрал с вариком из как это называется будто вот второй приехал сам здесь у нас полная диагностика всего ну наверное того какой то будет но сначала мы просто все посмотрим кстати весьма неплохо выглядит мопед пробег 30 и думаю что наверное реальный с лтшкой мы так ничего и не закончили мы запарились регулировать датчик этот и привод регулятор холостого хода вроде как у нас это мероприятие получилось но мотоцикл все равно работает плохо к большому сожалению и мы решили дальше выяснять ну нельзя такой мотоцикл отдавать он все-таки к нам нормально приехал вот раз уж мы взялись мы будем долбить его до упора но если честно желание не брать больше в ремонт лтшки никогда она резко усилилась уже давно этот вопрос обсуждался я думаю что это может оказаться последний очень обижаются люди которые постоянные клиенты когда ты им говоришь нет из-за своих каких-то принципиальных соображений ну во первых мы жутко надышались выхлопом у нас к сожалению нет нормальной вытяжки воняет этот мотоцикл будь здоров даже при всех открытых воротах к сожалению нормально ничего не получается а ну и основная проблема на которую нас все застопорилась у нас закончился трос газа я если честно думал он еще поработает так что человеку в принципе можно будет его заказать и поездить но к сожалению пока мы тут игрались очень много работали ручкой когда настраивали все вот эти вот вещи и и когда я посмотрел туда в очередной раз выяснилось что трос на последнем волоске и нужно его как минимум ремонтировать заменим сам трос делаем самодельные бабушки вот как раз таки кое-какие материалы нам для этого нужны мы их постараемся утром купить и завтра что-нибудь сделать в общем будем добивать так чтобы было как минимум не хуже чем приехала вот работал он прилично но тут давно никто ничем не занимался поэтому чудес все равно не бывает и главное что трудностей мы не боимся у меня лично вообще никакой демотивации нет я уже давно привык к тому что есть мотоциклы которые парят мозг и раз уж взялся ну значит делай до конца она этой ноте я заканчиваю сегодняшний день еду домой приходить в себя а с вами был антон больших и мастерская антоха гараж не забудь подписаться и поставить лайк всем пока